В эфире новости сейчас. В студии для вас работает Андрей Бендер. Здравствуйте. Вначале по традиции Коротко о главном. Начало положено. Современную метеостанцию на солнечных батареях установили в высокогорной части Байкала-Ленского заповедника. Какой информации теперь будут располагать ученые? Знать все риски наперед. Байкальский риск-форум 2017 собрал на своей площадке риск-менеджеров со всей России. Из каких городов участники и о чем именно говорили? Об этом далее. Центр реабилитации имени святителя Иннокентия открыл свои двери в областном центре. Кого и чему будут учить в стенах заведения? Расскажем в нашем материале. Иркутский «Зенит» завершил сезон. В Южно-Сахалинске «Иркутяне» сыграли с местным клубом. Подробности финального матча в нашей программе. Выставка, посвященная 80-летию образования Иркутской области, открылась в Государственной Думе России. На стендах информация об экономическом и промышленном потенциале региона, приоритетных инвестиционных проектах, основные показатели развития агропромышленного комплекса. Также в ней рассказывается об истории Иркутской области, известных людях. Кроме того, представлена продукция народных мастеров. Во-первых, я должен сказать, что, может быть, это не все знают. Иркутская область – это самый центр Российской Федерации. У нас есть железнодорожная станция, которая называется «Половина». Это ровно половина железной дороги от Москвы и Владивостока. И поселок Средний – это ровно половина автомобильной дороги между самым Западом и самым Востоком. Таким образом, все остальное – провинция. Кроме того, в Москве Сергей Левченко встретился с представителями землячества «Байкал». Оно было создано в 1974 году. В его состав входят люди, которые переехали на постоянное местожительство из Иркутской области в столицу нашей страны, но не теряют связи с родным регионом. Губернатор поздравил собравшихся с 80-летием основания при Ангаре, отметив, что это праздник для всех, кто связан с регионом, независимо от места жительства, и пригласил посетить мероприятия, которые проходят в рамках проведения Дней Иркутской области в Москве. Детский сад в микрорайоне Порожский. Братск откроется 1 сентября 2018 года. Об этом председателю законодательного собрания Иркутской области Сергею Брилке сообщил мэр города Сергей Серебренников. Этот объект находится на парламентском контроле депутатского корпуса и Сергей Брилко посещает его не в первый раз. Строительство дошкольного учреждения началось в 2014 году, а затем было заморожено на три года. Работу удалось возобновить в 2017 при активной поддержке парламентариев области. Объем финансирования строительства составил 100 миллионов рублей, из них 95 миллионов средства областного бюджета, 5 миллионов муниципального бюджета. Моя оценка, так сказать, с профессиональной точки зрения, все нормально на этом детском садике идет, с учетом того, что сменился подрядчик летом и новый подрядчик вступил практически на исходе лета к строительству или достройке этого объекта, очень желанного, жданного в поселке Порожский. Многострадальный детский сад. Мы его начинали в 2014 году, и были разные проблемы, были сомнения, у всех были сомнения, и у жителей Порожского были сомнения, достроим, не достроим, но мы сегодня убедились, что стройка идет, подрядчик выбран, и 1 сентября следующего года дети должны пойти в детский сад. Здание дошкольного учреждения уже подведено под крышу. Сейчас идет установка окон и возведение внутренних стен. Новость для тех, кто проживает в многоквартирных домах. Теперь иркутяне будут платить за отопление только в зимние месяцы. Документ опубликован на официальном портале Иркутской области. Ранее горожане платили за тепло равномерными долями в течение года, при этом в конце всегда производился перерасчет. Сейчас же иркутяне будут оплачивать ровно тот объем энергии, который потребили за месяц. Как отмечают специалисты, осенью и весной стоимость услуги будет меньше, чем зимой, в связи с тем, что в морозы поставка тепла в дома будет увеличена. При этом суммарный годовой объем оплаты за отопление не изменится. Какого-либо повышения оплаты по отоплению не предусматривается и она никак не взаимосвязана. Кроме того, или более того, как раз вот фактический способ выбора оплаты по фактическому его использованию коммунальной службы, в частности по отоплению, является единственным способом прозрачности его оплаты и его использования или применения как граждане, так и ресурсно-собожающие организации. На такую же схему перешли ангарское и чунское муниципальное образование. Как отмечает Александр Параценко, если будут зафиксированы случаи повышения оплаты, по каждому будут разбираться отдельно. На русский авось они не надеются, а просчитывают все риски далеко наперед. В Иркутск приехали риск-менеджеры из разных регионов России. Какие факторы им необходимо учитывать, чтобы предприятие работало стабильно, узнала Туяна Немаева. Они всегда на шаг впереди. Сегодня в этом зале Иркутской нефтяной компании собрались эксперты, руководители и риск-менеджеры крупнейших компаний Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других регионов России, а также Казахстана. Всего более 200 участников. Это первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками «Байкальский риск форум-2017». В первую очередь спикеры будут говорить о том, что необходимо не просто четко соблюдать законы, но и постоянно следить за обновлением юридической базы. Здесь важно правильно на них реагировать и своевременно, чтобы не возникало проблем ни с законом, ни со своими сотрудниками, ни со своими контрагентами и зарубежными партнерами. Кроме регуляторных рисков, участники форума будут обсуждать и другие возможные угрозы для компаний. Это производственные, коммерческие, финансовые, инвестиционные, киберугрозы и даже природного характера. В Иркутской области подобные случаи уже были. В прошлом летом лесные пожары повлияли на добычу нефти в Приангаре, что отразилось на объемах поставок в нефтепровод в СТО. Пришлось пересмотреть в работе некоторые моменты. Технические мероприятия были реализованы, система фильтрации была пересмотрена, ряд подготовительных мероприятий реализованы. И сегодня, в этом году, даже когда у нас возникал опять потенциальный риск пожароопасной ситуации, мы уже были готовы, у нас заработал штаб, реализовав эти мероприятия. Мы не что, чтобы прямо спокойно, но достаточно уверенно прошли этот период. На мастер-классах, круглых столах и в неформальной обстановке участники в течение двух дней будут обмениваться опытом. Ведь главная миссия форума – способствовать развитию управления рисками в крупных компаниях и в целом повышать уровень экономической безопасности региона. Туена Немаева, Сергей Полянский. Новости и сейчас. Автономная метеостанция появилась в Байкал-Оленском заповеднике. Это первый этап создания сети наблюдения за метеорологическими параметрами на макросклонах Байкальского хребта. Современная установка расположена на высоте 1300 метров над уровнем моря. С ее помощью специалисты смогут оценивать условия обитания растений и животных в разных высотных поясах. Мы занимаемся наблюдением за проданными процессами, за их естественным ходом и должны отслеживать и как-то реагировать, если этот естественный ход чем-то был нарушен, какими-то вмешательствами, допустим, антропогенными. Однако естественный ход, он может быть не только антропогенными нарушениями, вызван какими-то климатическими глобальными изменениями и чтобы вовремя отреагировать и принять какие-то меры. Температура воздуха, давление, фотосинтетическая и радиационная активность. Всего 9 датчиков. Метеостанция требует минимального человеческого участия. Установка работает в режиме логеров, то есть накапливает информацию постоянно. А данные каждые два часа автоматически отправляются на устройства иркутских ученых. Система заряжается от солнечной батареи и позволяет работать без смены носителя в течение пяти лет. Отомстили до смерти. Житель Ангарска умер на берегу реки Китой после того, как его избили. Тело 34-летнего мужчины обнаружили полицейские. По версии следствия, накануне погибший поругался со своей сожительницей. Обиженная женщина попросила своих знакомых отомстить обидчику. На кадрах с камерой видеонаблюдения запечатлен момент, как мужчины выходят из подъезда. Трое молодых людей вывезли пострадавшего на берег Китоя, избили и уехали. Мстителям грозит до 12 лет лишения свободы. На Волхинский известковый завод загрязняет воздух. К такому заключению пришли специалисты отдела экологического надзора департамента Росприроднадзора в Сибирском федеральном округе. По результатам проверки установлено, завод нарушает требования законодательства об охране атмосферного воздуха и об отходах производства. Генеральному директору вынесено представление об устранении нарушений. Напомним, в августе завод уже привлекал внимание общественности. На карьере велись взрывные работы при добыче известняка. Ударную волну ощутили не только местное население, но и жители Иркутска. Тогда нарушений не было выявлено. Центр реабилитации для инвалидов детства открылся в Иркутске. Его удалось построить на средства гранта 600 тысяч рублей, которые выиграла общественная организация «Надежда». Центр будет носить имя святителя Иннокентия. Чему там будут учить взрослых людей с особенностями развития, расскажем в следующем материале. Таким представляли себе дом воспитанники организации инвалидов детства «Надежда». Сегодня свои двери он открыл для людей с ограниченными возможностями. Имя святителя Иннокентия центр будет носить с благословения митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. С его наставления и началось строительство здания. Его благоустройство и активное участие четыре года принимают прихожане Никола Иннокентьевского храма и просто неравнодушные люди. Он желает вам и все организации большого успеха, удачи, свершения всех-всех планов. Они грандиозные, но они такие нужные люди. А нужды у людей с особенностями в развитии большие. Прежде всего, это защищенная среда, где они смогут включаться в общественную жизнь. В этих стенах разместятся деревообрабатывающее, ткацкое, швейно-рукодельное и полиграфическое мастерские. В соответствии с индивидуальными особенностями каждому подопечному подберут занятия. Сегодня на обучение придут 14 человек в возрасте от 21 до 38 лет. Ну а в перспективе мы надеемся, конечно, что будет больше ребят, потому что есть такая востребованность, есть общественные организации, в которых дети вырастают, им абсолютно негде заниматься, негде работать и даже заниматься творчеством. В планах обустройство второго этажа. Здесь расположится библиотека и начнутся занятия по растениеводству. Откроется и молитвенная комната. Галина Соболева, Александра Турченинова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Поражением завершили сезон футболисты Иркутского «Зенита». Последний матч Белосиния провели в Южно-Сахалинске, где сыграли с Сахалином. В первом тайме хозяева создали целый ряд моментов для взятия ворот, но выше всяких похвал сыграл вратарь Иркутян Илья Кунгуров, несколько раз спасавший ворота своей команды. Чего не скажешь о второй половине встречи, в начале которой Белосиния пропустили три мяча. На 90-й минуте атака «Зенита» была прервана с нарушением правил и штрафной удар мастерски выполнил Микаэль Ганделян. И со счетом 1-3 наша команда уступила. Таким образом, «Зенит» завершил сезон на пятой строке турнирной таблицы первенства России по футболу «Зоны Восток». Но плотность результатов в таблице столь высока, что от первого места Иркутян отделяет всего три очка. А далее смотрите программу «Иркутск сегодня». Моя коллега Анастасия Цыганкова расскажет о новых местах отдыха в областном центре. К этому часу эта вся информация. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пошла в банк, но там ничем не помогли. Обратилась в Единый Центр Защиты. Сейчас вопрос с долгами решен. Остаются деньги на жизнь. Единый Центр Защиты. Законно освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Телефон 8395-2649-869. В «Лебедушках» более 200 видов одеял от 399 рублей и подушек от 199. Магазины «Лебедушка» в торговых центрах «Пассаж» и «Мельниковский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...